Футбольный зенит С ослабленностью 25-15 и 25-19 при 7 эйсах Андерсона позволили зениту добиться виктории 3-1. Теперь казанцам ждут два непростых матча против той же пассажирницы и локомотива из Новосибирска, которые и станут решающими за выход в плей-офф. Самое главное победили. Обидно то, что не 0-3, а 1-3 отдали партию. В принципе, они недостойны были сегодня выиграть 1-3, но, как показывает практика, смогли все-таки это сделать. Молодцы. Тем временем футбольному Рубину сегодня только предстоит сыграть на Евроарене. Казанцы дома примут английский Уига. Две недели назад на Туманном Альбионе команды поделили очки. Именно в ответной очной дуэли и решится, кто станет первым в группе Ди. Фаворит этого противостояния именно российский клуб. И дело не только в родных стенах или шестом месте гостей в чемпионшипе в втором дивизионе Англии. В столицу Датарстана подопечные Оуэна Койла приехали не в оптимальном составе. В лазарете «Латтик» сразу три игрока основы. Защитник Эммерсон Бойс, полузащитник Жан-Басижура и галкипер Скотт Карсон. В свою очередь у Рубиновых помимо Рандона потеря только одна, правда серьезная. Это гиг Денис Караденис, получивший травму в поединке с Ростовом. Безусловно, я как и говорил на пресс-конференции предматчивать, что Уиген является фаворитом группы, так оно и подтвердилось. Потому что достаточно квалифицированная команда и нам очень сложно пришлось в Англии. Поэтому завтра предстоит сложный матч. Ничего загадочного для нас в Рубине нет. Они хорошо зарекомендовали себя в Европе, да и вообще репутация клуба говорит сама за себя. А в свое время они побеждали Барселону. Вообще это отличная команда с очень хорошими футболистами. У них есть игроки, которые не затерялись в боеведущих чемпионатах. Например, Еременко, Караденис и Лемвила. Да, тем не менее, мы постараемся завтра добиться хорошего результата. Гордиться казанским болельщикам стоит не только волейболистами и футболистами. Баскетбольный Уникс продолжает побеждать в Кубке Европы. Очередным трофеем студентов стал латвийский ВФ, которому не помогла даже родная площадка. Зеркальные 68-86 позволили бело-зеленым упрочить свое лидерство в турнирной таблице. Евгений Вневич, Вести, Татарстан.